Приветствую вас! Вот, вроде бы, свой вопрос вы задаете вроде бы в разделе психологии, но при этом сам вопрос не совсем психологический. Вы спрашиваете, есть ли вероятность того, что молодой человек к вам вернется? Ну, вероятность есть, вероятность есть, 50-50, как бы, ну, либо вернется, либо нет, но это из области погадать больше. Вообще мы, психологи, гаданием не занимаемся, мы больше занимаемся анализом. Анализом и решением проблем непосредственно. Понимаете? И, допустим, вот исходя из опыта, своего опыта, я могу сказать, что есть довольно большой шанс того, что мужчина, ну, просто испугался вот этой ответственности, которая, по его мнению, на него упала, свалилась, когда речь пошла конкретно про женитьбу. Вот, ну, конкретно про женитьбу. Вот. И мы сильно просто испугался. Вот. Человек просто испугался. У меня, по крайней мере, сложилось вот такое впечатление. Вот. Что человек просто испугался. Человек просто подумал, что... Что это зашло слишком далеко. То есть, человек осознал, что, ну, что на его свободу действительно могут покуситься как-то. Кто-то. Кто-то. Что-то. Вот. И он понял, что брат не готов ещё. К тому, чтобы, ну, чтобы жениться на вас. Вот. И поэтому он решил как-то. Вот. Терять он вас не хочет. То есть, вы ему... Вы ему действительно можете... Нравится вы... У него действительно к вам могут быть... А... Чувства у него действительно к вам могут быть... Эмоции. Вот. То есть, ну, не надо... Не надо думать, да... И... Полагать, что он вас... Как-то... Как-то обманывает. С тем, что... Говорит, что любит, на самом деле, не любит. Нет, это не так. Он вас, скорее всего, любит. Вот. Вот. Ну, по крайней мере, чувства. Какие-то чувства к вам у него есть, это точно. Вот. Ну, другой вопрос заключается в том, вот, насколько они эти чувства направлены на вас. Да? Вот. Именно на вас. Не на него, а на вас. Вот. Потому что, если чувства направлены на вас, то это любовь, а если чувства направлены на него, при том, что он может этого не сознавать, то это уже совсем другая история. Вот. Вот. Поэтому, да. Есть большая вероятность, что человек просто... Просто испугался. Испугался. Вот просто испугался серьезности отношений, которую он внезапно почувствовал. Там еще и мама, тоже, в некотором смысле этого слова подливает масло в огонь тем, что хочет, хочет и хочет, чтобы он женился тоже. Вот. Ну, вот. Ну, человек просто, вот, начал сомневаться. Вот. Люди, на самом деле, все больше и больше, вот, боятся, к сожалению, ну, к сожалению, брака. Люди, вот, боятся этих обязательств, вот этой, можно сказать, не свободы, которая, по их мнению, имеет место быть, ну, в контексте брака. Вот. И... Поэтому, да. Ваши отношения, они, в какой-то момент, видимо, перестали быть теми отношениями, в которых ему был окрашен. Ваши отношения, в какой-то момент превратились в отношения, где он стал чувствовать себя, ну, обязанным, стал чувствовать себя напряженным, стал чувствовать себя под давлением, под гнетом каким-то. Вот. Ну, это все привело, вот, в итоге, только к тому, что он решил взять паузу. Просто потому, что ему было тяжело, просто потому, что ему тяжело, просто потому, что на него, на него это даёт. Вот. А вы говорите, что любите его. Вы говорите, что любите его очень сильно. Что это за чувство? Вот. Эм... Позвольте у вас, эм... узнать, что это за чувство. Вот. Чувство любви, которое вы испытываете. Как это чувство, да, может, можно было бы охарактеризовать. Потому что, есть у меня, эм... такое подавление, что... не только на него направлена ваша любовь. И, есть у меня такое подавление, что и на... эм... на вас, эм... ваша любовь тоже направлена. То есть, на ваши желания определенные, на ваши потребности определенные. Вот. Что... Вы хотите брак, что вы хотите семью и так далее. Вот. Я, конечно, этого не... не удреждаю. Сейчас. На сто процентов. Я не могу на сто процентов. На сто процентов. Это... Это удреждать и на сто процентов это знать. Вот. Вот. Но выглядит... Всё. Такая вот такая. Чтобы просто на мужчину очень сильно давили. С браком. Вот. Плюс... Эм... Ваши отношения, они... Стали менее... Ну, менее... Менее дружескими. Менее дружескими. Менее... Эм... 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 Менее... Свободными. Они стали... А... Более такими обязательственными. И... Эм... 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 Это не то. Что... Эм... 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 вдохновляет человека. Это не то, что вдохновляет его, но на желание с вами быть, ну вот, непосредственно. То есть тут я бы обратил внимание на это, в том числе. Также я обратил бы ваше внимание еще и на то, что вы вот хотите как-то, ну не знаю, угадать, что ли. То есть будет он сам, вернется ли он, не вернется ли он, понимаете. Хотя гадание это не лучшее решение того, что касается непосредственно вашей жизни, и того, что касается, ну, лично вас. Понимаете? Вот. Поэтому это опять же вопрос к вам. Так, значит, значит вы пишете, что он сейчас на пару недель будет к маме, есть ли вероятность, что мужчина вернется. Сильно его люблю, да и он говорит, что тоже любит. Ну вероятность есть, конечно. Только от того, что она есть, вам, ну, ни голо, ни горячо, потому что, если у вас есть какие-то сомнения, если у вас есть какие-то страхи, если у вас есть какие-то переживания, неверности, то... Это все, никуда не денется, это все будет, как бы, ну, с вами, да, все. То есть вы хотите успокоиться сейчас, вы хотите успокоиться, вы хотите, чтобы мы вас успокоили, чтобы сказали, что все будет хорошо, да, что мужчина вернется, что не переживайте и так далее. Нет, нет. Если мужчина ведет себя так, то, скорее всего, есть, ну, есть в отношениях какие-то проблемы. Вот. Вот. И мне кажется, что эти проблемы нужно решать. Вот. То есть мне кажется, что без решения, да, без решения этих проблем, которые у вас образовались, без решения, без исследования их, вот. Ну, ничего хорошего не будет. В смысле, что рано или поздно, да, ситуация просто, ну, как бы, постариться. Вот. Вот. И все. И все. И все. Как бы. Поэтому нужно, если вы хотите, отношения сохранить, очень желательно сделать анализ, анализ именно вашей модели поведения, и именно вашей модели, модели поведения, вот, для того, чтобы понять, какие конкретно ваши действия привели к тому, что сейчас, да, происходит. Вот именно конкретно ваши действия. То, что вот какие-то действия привели к этому, да, это очевидно, но это оживительнейший факт. Вопросы, друзья, в том, какие. И что с этим вообще можно делать? Что вы хотите с этим делать? Вот, ну, то, что, эм, то, что ошибочки какие-то найдутся, это факт, вот, ну, а вопрос заключается в том, готовы ли будете их отправлять. То есть может быть мужчины чувствуют, например, что вы чересчур, чересчур сильно в нем нуждаетесь. Если так, то это минус. А может быть мужчина чувствует себя должен вам. Если это так, то это, это тоже минус. Может быть мужчина чувствует, что между вами, вот, ну, просто меньше стало, ну, каких-то вот, ну, непринужденных таких друческих моментов. Вот. Ну, вот так. Вот так. Ну и на анализ. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго. Удачи! Возвращение. Продолжение следует...